Система многомерная И еще и целостная И надо всегда это учитывать При любом своем Отдельном подходе Когда зубами занимаемся Нужно и шею поправить И психосоматику порешать Буквально недавно Я отчитала вебинар По зубам Потому что вы разбирали каждый зуб И тоже говорили о том Если вы проблему Не дорешали психосоматическую Вы можете поставить Что-то корректировать А если проблема не решена Как говорится, природу не обманешь Она будет выходить И выходить в тело Зачем она идет в тело? Почему? Как раз и цель моего доклада И говоря о целостном подходе Конечно нельзя Не упустить этот момент Психосоматические причины Я сегодня готова поделиться Такими методами Подходами Которые уже основываются Совершенно на новой Парадигме взгляда На организм человека На то, что у нас такое болезнь То есть эти методы Подходы основываются На новых знаниях А новые знания Сами основываются На знаниях природных законов То есть на том Что они были исследованы И поняты Немножко по-другому Не так, как мы привыкли Иногда кажется Эта система очень сложная Вроде бы на первый взгляд Потому что она Парадоксальна То есть мы просто Не привыкли так мыслить И если мы начинаем Этот взгляд Немножко менять То все быстро Как говорится Встает просто С головы на ноги Мы начинаем по-другому Сканировать мир По-другому видеть Почему наш родственник Так-то и так-то себя ведет И по-другому Совсем прощать Своих там родителей Находить в отношениях С детьми, с супругами И так далее И эти методы Эти подходы Они действительно Дают результат Это мы видим Я вот вижу на своей практике Я это Ну как бы сначала Получила впечатление То что это учителей Очень хорошие результаты У моих коллег Очень интересные Такие быстрые результаты И у меня был свой Тоже результат Я 10 лет была Обездвижена просто То есть я прошла Через свой опыт На мастер-классе Я расскажу Сейчас Постараюсь это Так немножко Скользко сказать А на мастер-классе Будем уже И ваши случаи Разбирать И какие-то интересные Случаи из практики Расскажу побольше Сейчас хотелось бы Как бы эти знания Представить Вам эту логику Разложить Откуда что И почему Что за подходы Какие результаты Они дают И на чем Базируется их Этот результат Итак Как уже сказала Результаты часто Бывают мгновенные Ну чтобы вы понимали Что это такое Да Рассказываю Например Случай такой Что У У его коллеги Приходит на прием Семья Мама Папа И ребенок Аутист То есть Он Там Семь лет Не разговаривает И не то что не разговаривает Он просто Эпатию Никакие чувства Не проявляет Вообще То есть Он черный ящик Черный ящик Вот Он вообще Не здешний Не здесь он И Когда Наш специалист Разговаривает У нас есть такая Техника волшебных Вопросов И На мастер-классе Мы тоже будем Как-то демонстрировать С вами Разбирать И Он Разговаривает с мамой Доходит до ситуации Которая была Очень острой Она вспомнила Он помогает Вспомнить В общем-то Человеку Какую-то Ситуацию Которую он уже Так вот С разбегу Не вспомнит Мама Доходит до этой ситуации Она прорыталась А ребенок Тут же Рядом с ними Находится Залезает к маме На колени И начинает Гладить ее По голове То есть Это уже Проявление чувств Мы видим Тут же На приеме Потом Специалист Разговаривает с папой Папа Дошел до какого-то Случа Прорытался И ребенок Начинает уже Произносить слоги Там звуки И что-то такое И в общем Сам впечатляется И это все Вот прямо тут Происходит В сентябре Я проводила Вебинар Какой-то Тоже свежий случай Вебинар был По аутизму ДЦП Рассейную склерозу Как работает С психосоматическими причинами И у нас Три дня Запланированного вебинара Первый день Проходит И в конце Одна женщина Она мама Тоже ребенка Аутиста Ему 10 лет Но 6 лет 7 даже Он тоже не разговаривает И мама Говорит Я сейчас послушала Примеры Которые вы сказали И вы как будто Про меня рассказываете Я говорю Поэтому И результат такой же Как в том примере Результат был Аутизму Ребенка И у вас Соответственно Чуть-чуть Еще немного С ней поговорили Я рассказала практику Какую сделать Тоже на мастер-классе Ее дам Она сказала Ребенку Поговорила с ней Рассказала Что она сама Сознала Утролюбон Запел песенки 7 лет Он ничего не говорил Только он запел песни Она записала Это все на аудио То есть Вот такие быстрые результаты Ну и из результатов Там скажем Крупных У меня конкретно Был клиент 2,5 года назад Сейчас он стоит Ремиссии Четвертая степень Рака крови И ему под 80 лет Ну его отправляют Умирать Сейчас он Прекрасно себя чувствует Живет И так далее Женщина с раком Крути Обращалась Она вообще Не получала Консультативную помощь Она просто взяла Запись вебинара Послушала И ей нужно было Идти на биопсию Она приходит И говорит Доктору Ну пожалуйста На всякий случай Посмотрите еще раз Я как-то не очень хочу Ее делать Может мне не надо Он еще раз Смотрит ее И говорит Ну знаете Наверное вы правы И уже отправляет Давайте еще на УЗИ По исследованию Не будем делать прокол И потом оказывается Что все Все уходит И так Такие вот Мгновенности Я как бы вам сказала Что они могут быть Мгновенны Почему Разберемся На чем это основывается На каких знаниях Первое Вот это Ну сами подходы Это методика Это методика исцеления Воспоминания И другие методики Которые базируются На знаниях Новой германской медицины Как мы сейчас Произносим И многие уже слышали И в Минск приезжал Один из Учителей Которого я тоже Проходила уроки И так же я проходила Ну то есть Нойфельд Вячеслав приезжал Так же я училась У Роберта Барнаи И у Жибера Лино Все семинары И в принципе Основы Новой германской медицины Этих знаний Они каждый давали Одно и то же Но ракурсы И передачи Они были разные И поэтому у меня Такой синтез Нескольких учителей Так вот А к чему эта наука Наука Вот скажем Роберта Барнаи Называть ее биологика И это действительно наука Это не что-то Вот там кто-то посидел Какую-то теорию изобрел И решил Что весь мир так устроен И всем стал Передавать эти знания Нет Они достаточно научные Вышли эти знания Вообще От медиков Да Потому что Вот сейчас ко мне На семинар ходят медики С большим удовольствием И радостью И От медиков Это пришло И они не просто Скажем Это Увидели какие-то Закономерности Они же их и подтвердили Как это всегда Медики любят делать Естественно Доказательное Что была эта медицина На КТ мозга На разных других исследований Так Что же нам Эта наука Помогает По-новому понять Она первое Что она предлагает Нам понять Что болезнь Это не разрушение Что болезнь в теле Это просто Некое изменение В теле Если мы обожглись То у нас На теле Появляется Отек Боль Воспаление Краснота И так далее Мы говорим Что мы больны В этот момент У меня болит рука Мы говорим Что есть боль Но мы не говорим Что я болен И теперь Какая-то ситуация Безысходности Неопределенности Как я буду дальше жить Ну конечно Понятно Что это степень ожога Но все равно Мы понимаем Что этот ожог С каким-то временем Заживет А что-то другое В теле Какое-то изменение Нам кажется Очень страшным Неопределенным Если нам еще И поставят диагноз Которому привык Наш стереотип Мышление Что рак Это очень страшный И это обязательно Смертельный исход То мы зайдем В порочный круг Переживаний И результат будет такой Ну если подумать Сейчас и разобраться С этим То мы уже видим Что люди Когда умирают И говорят Что они умерли от рака То это Умерли они Просто от страха Скажем так И как с этим разобраться И понять Да Первое что Во-первых Не только Хаммер Уже обращался К этой теме Я хотела подчеркнуть Один из наших Советских ученых Еще за 20 лет До Хаммера Он уже писал Труды о том Что Я вижу Что болезнь Это не болезнь А какой-то специальный Нужный телу процесс Нужный целостному Организму процесс Процесс какой Он уже тогда Писал что это процесс Вот то Что мы потом Стали называть Программой саморегуляции То есть это процесс Некой адаптации К чему-то Да Адаптации Процесс Какого-то выживания И наконец Уже Хаммер Писал это как что Что в нашем теле Болезнь Это что Это изменение Некоторое Которое произошло В связи с чем Да Сейчас мы дальше Разберем с чем Но оно Является Программой Выживание И там на Кольском Она растет Или в Карелии Она подстраивается По что Под те условия Которые там Да Ветра Нет почвы И так далее Например Сейчас тоже Посмотреть На деревья Деревья сбросили листья Они зачем сбросили листья Кто вот знает Вообще Причину того Что они сбросили листья Да Это останавливается сок Но очень многие люди Никогда не задумываются А почему это То есть Деревья сбросили листья У них в этом Есть логика Какая Чтобы Я не погиб Как дерево Да Я как существо Биологическое Я должен остановить Движение соков А чтобы остановить Движение соков Идет к листьям Если я листья сброшу То движение соков Остановится Если я это не сделаю То вот эти соки Это же жидкость И когда наступит мороз Жизнь замерзнет Я просто Тогда я умру А вот если я сброшу И пережду Этот период Вот таким образом Таким образом Дерево адаптируется К холодам И мы все с вами Прекрасно замечали Что если позже Ну как бы Значит наступают Эти холода То и деревья Не сбрасывают листья И наоборот У них раньше Почки распускаются Если раньше приходит тепло Мы же это замечали Получается что В нашем организме То же самое Ребенок с ДЦБ Это что такое Это его организм Приспособился К каким-то условиям И он дает Изменения в теле И вот Многие люди Еще и пугаются Изменения в теле Например Воспаление Боль Отек и так далее И никогда И врачи Никогда нам об этом Не говорили Если здесь медики Присутствуют Они прекрасно знают Когда приходит пациент Его смотрят Просто ставят диагноз И никогда не рассматривают Процесс в теле Что он идет В две фазы Что вот Значит Процесс изменения в ткани Может быть Твуфазным Что сначала Ткань меняется Например В процессе клетка плюс А потом Меняется клетка минус Что это такое Для примера тоже Чтобы представить Например Есть такая программа Саморегуляции Когда печень Начинает разрастаться Мы еще говорим Там отек бывает И так далее Когда люди В голоде находятся Почему печень Отреагирует Это программа Саморегуляции Я в голоде И у меня начинают Клеточки печени Паренхемы печени Разрастаться Зачем это происходит То есть Печень Кроме того Что она там Токсина Это мы все помним Знаем У меня еще есть Много функций Одна из функций Это накопление Протеинов А это питание И логика мозга Такова Что я запущу туда Программу Увеличения клеток печени Потому что Чем больше клеток печени Тем больше Будет запаса протеинов И тогда я Голод переживу Вот такая логика Если есть голод То включится именно Паренхема печени Ее разрастание Но когда голод Закончился Надо оставить Эти лишние клетки Или что с ними Нужно сделать Организм Нужно их Куда-то обратно Вернуться к норме Так надо И чтобы вернуться к норме Вот этот процесс Клетка плюс Он остановился Я выдохну Меня там спасли Где-то под завалами Там голодал И так далее Вытащили Накормили Все Вернулся Я спокойно По тому поводу Что голод Уж я точно не умру Все изменилось Я выдохну Эти клеточки Должны вернуться к норме Каким образом Они будут возвращаться к норме Через Деградацию этих клеточек Через разложение А любой процесс Разложения Он как пойдет С помощью кого Кто будет Этот процесс Делает Выполнять Бактерии Будут выполнять Они будут Эти излишне Наросшие клеточки Поедать Скажем так Ну образно Говоря Они их поедают Сами умирают Трубики Все это надо выводить Соседние лимфоузлы Будут воспаляться Ну или там Увеличиваться Для того чтобы Эту большую работу Контоксикации Провести А у нас с вами Есть взгляд такой Что ах Много бактерий На биорезонанс Тестирование Получено Все их надо Быстрее бить Убивать И так далее Оказывается Они там процесс Логичный Проводят И вот на тот момент Когда клеточки Печени растут Человеку один Диагноз поставит Если он в тот момент Придет И переживает По поводу голода А когда он будет Восстанавливаться Уже Выдохнул что-то И там боли пошли Воспаление Он в этот момент Пришел к врачам Там другой Диагноз поставят И там просто Будет диагноз Но никто не видит Что процесс Уже пошел На нормализацию К нормализации И если этот процесс Увидеть И замечать То каждый человек Даже поняв это Любую боль Он может понять Так стоп Вот у меня Заживает мой ожог У меня там есть боль Но я же Не говорю что У меня разрушение В этот момент идет Я говорю что У меня идет регенерация Восстановление кожи А там где-то Чего-то заболело Когда человек Начинает понимать Что у меня там Процесс восстановления пошел А что же я такое Попереживал здесь Так вот момент Почему это связано С переживанием Вот мы говорим Да Значит почему Программа Саморегуляции Включается Потому что Поменялись Как-то условия А кто запускает Эту программу Саморегуляции Как вы думаете Откуда идет Импульс управляющий Ну я уже В принципе произнесла Сказала мозг Да Но мы все согласимся Что мозг у нас Тут не потусторонний Какой-то предмет И сами клетки Что-то меняются Бактерии прибавляются Убавляются И что-то такое происходит В теле непонятное Он тут ни при чем Такого вот Я не знаю Кто-то может Если доказать Это На мастер-классе Там выступите И докажете Сейчас что Времени тратить Можем Аргументно поговорить Но Понимаете Мозг запускает А когда он запускает Когда он что сделал Когда он сканировал Когда он увидел Эту ситуацию Правильно То есть он мониторит Пространство вокруг нас Да Замечает Какой-то Какой-то напряженный момент И на этот момент Включает программу Саморегуляции Жарко Значит там Котоотделение будет Да Жажда У нас почечки Там Канальца почек Перекроются И будет задержка Жидкости в организме И так далее И это природные Древние Древние Саморегуляционные Программы Которые Откуда пришли Прям совсем Когда рыбки Там из воды Выскачивали На Америк С волной Да И чтобы выжить Им нужно было Удержать больше воды В организме И тогда они выжили Да И дождались Следующей волны И попали опять В свою среду А когда мы Как люди Говорим Я как беженец Или там Я в дороге И я как бы Не в своей среде И мы вот это переживаем И у нас Отеки какие-то Вдруг возникают Так это отеки Это древние программы Если мы ее увидим И как это там С давлением связано И как это связано Когда человек попал В больницу И у него Какая-то там Операция предстоит И так далее У него страх И госпитализация Страх будущего Вот это неопределенность И он это волнуется Переживает И у него Там уже и асцит пошел И так далее Какие-то там И отек мозга И так далее А если мы будем знать Что это по природе такое Мы поймем Что это связано С его вот этим переживанием И многим родственникам Мы говорим Бегите к нему Садитесь Несите телевизор Кофе, чай Пледик Все укутывайте Всю заботу проявляйте Врачей вообще Как это Подпускайте только на процедуры А врачей Что у вас И чего У вас Только вы транслируете ему Что все хорошо Вот чтобы он перестал Вот это вот Волноваться Переживать И отеки тут же сходят Все это уходит И асцит Страшный Пропадает И все пропадает Понимаете Когда мы понимаем Что за природа Какова природа Этого процесса И почему мы говорим Методика исцеления Знанием Значит Осознанием И воспоминанием То есть вот в данном случае Там вставить Человек попал И мы понимаем Что осознание Ему сейчас включать Трудно Да И что-то объяснять Трудно Мы говорим Вот проявите заботу И будет хорошо Да Уже что-то изменится Но когда человек Осознан Или просто приходит к нам И говорит У меня рак И что делать И так далее Мы ему рассказываем Что за процесс в нем Когда он понял Что у него за процесс Он просто получил знание О процессе Который в нем идет Все Он уже выздоравливает У нас была женщина Она тоже пришла На открытый урок Потом через два дня Семинара Она приходит на семинар У ней был рак Я сейчас не вспомню Какой-то рак Она была беспокоена Очень Пришла на открытый Через два дня Семинар Она записывается на семинар Приходит на семинар И приносит документ Что у нее нет этого рака Потому что она На открытом уроке Услышала ответ На свой вопрос Откуда у нее рак И что это за процесс Понимаете Все То есть Одним знанием Она уже излечилась А если человек еще И осознает Откуда И с какой причиной Это вышло А мы В методике Сцеления воспоминаний Заходим намного глубже Чем то Что вот вчера Я там попереживал И вот этот процесс Вот Наши Вот это Вот эти все знания Подходы Я их еще называла Новая психосоматика Почему новая Потому что она явно Отличается от той психосоматики Которую мы привыкли Ну как бы Первые все впечатлялись Психосоматикой Другой Ицехеев Синельников И так далее Там Такие уже таблицы Созданы И так далее Значит Печень Желчный человек Ну вот вам говорят У вас Или сам человек Прочитал Я желчный Да я никогда не повешу Да я желчный Он начинает Это отрицать И так далее Это трудно Это раз А второе Ну есть там У меня еще отдельное видео Где подробно Рассказ Чем отличается Но самое главное Отличие Это в том Что там смотрится Орган Связывается Этот орган С эмоцией Да А мы уже смотрим Намного клуже Мы смотрим По тканям В печени Не одна ткань А две И желчью Вот это Желчью Там связано Кое-что Да Но это касается Только проток печени А вот если Баренхим задет То Баренхим Это будет Разрастаться От чего От каких-то Изменений Условий Но вот тут Важный Самый такой момент Что наш мозг Он так устроен Что изменения В окружающей среде Он считывает И те Которые физически Изменились И которые мы Образно Или символически Себе представили Понимаете Что наш мозг Одинаково воспримет Если мы себе Представим Что мы В пустыне Без воды Будем сидеть Представлять себе Как это В пустыне Сильно Глубоко В этот образ Погрузимся Или какие-то символы Скажем В пустыне Даже слово У нас уже может Включиться Задержка жидкости В организме Или у меня Сухость какая-то Или еще что-то То есть Вот эти образы Мозг так считывает И сразу включает И самое Значит Вот это Сколько Остает Все Самый Такой момент Тоже интересный Который методика Средний Рассматривает Средний Воспоминанием Это Паза программирования То что мы Заходим Не только В этот случай А мы Выходим И на детство На перинатальный Период И на то что Было В памяти предков И как это связано На мастер-классе Посмотрим Если кого-то Надо будем Конкретную задачу Смотреть Я вам просто Слайд Поставила И У меня Отключился И Как бы Может быть И хорошо Ну Прямо Секунду еще Начать Самое главное Здоровление Исцеление Воспоминания В чем заключается И вспомнил Или осознал Или что В мозге У нас две части Сознание Подсознание Подсознание Это автопилот А сознание То что мы Сознательно Управляем Своим телом Если мы Что-то осознали То что Подсознание Там контролировало Мониторило И запускало Программы А оно запускает Эти программы Только на то Что мы Неосознанно Переживаем И как только Мы это осознали Ему нет смысла Больше это в автомате Делать Он программу убирает И от этого Идет Мгновенное Исцеление Вот Хотите Посмотрим Ваш случай Походите На мастер-класс Есть еще Такие справочники У нас Есть у нас Семинар В апреле Подходите Столик Здесь между Вторым и первым Залом Я все расскажу Когда что Благодарю за внимание